А мы продолжаем наше интервью, и сейчас у нас в гостях наши заморские товарищи, друзья из Турции. Расскажите, пожалуйста, пару слов о вашей компании и на чем специализируется именно ваша компания. Здравствуйте, мы приехали из Турции, из города Стамбул, где у нас находится производство. Наша фирма была основана в 1992 году, и мы представляем две компании. Первая – Лора Гарден, которая занимается производством нижнего белья, бюстгальтеров и трусиков для женщин и мужчин. Вторая компания – это Форм Энджел, которая производит утягивающее белье как для мужчин, так и для женщин. Скажите, какие у вас ожидания связаны с выставкой CPM 2020? Итак, какие у вас основные цены, и какие у вас ждут, когда вы приехали в эту экзибицию? В самом деле, мы хотим привести в вашу страну хорошую качество, лучшую цену. И когда вы посетите или вы можете увидеть это очень легко. Или вы хотите, чтобы каждой русской девушке комфортно быть комфортной. Вообще, мы хотим привнести в вашу страну культуру хорошего качества по низкой цене. И мы хотели бы, чтобы каждая русская девушка чувствовала себя комфортно в нашем белье. Скажите, какой отклик получается среди участников и посетителей выставки CPM, которые приходят, смотрят на ваш стенд и видят вашу продукцию, и не только продукцию, но и модели, которые окружают этот стенд? Какая реакция вообще у участников и у посетителей? Какие люди, которые приходят к вашу стенд, реагируют, когда они видят модели, когда они видят ваш продукцию, как бразы и другие линжеры? В самом деле, я вам скажу, что каждый человек, каждый посетитель, очень хорошая реакция к нашу продукцию. Бодишепер, линжерия, линжерия, линжеры продукции очень хорошая реакция. И мы очень-очень счастливы с вашей стендом. Эта организация очень хорошая. Так что в следующем году мы снова здесь. Я вам скажу правду, все посетители, которые приходят к нам на стенд, реагируют очень хорошо, они в восторге от нашего белья. И вообще мы довольны организацией. Спасибо большое организаторам CPM. В следующем году мы снова приедем. Спасибо вам огромное, что были с нами. Смотрите следующее интервью. Субтитры создавал DimaTorzok